МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите программу новостей на телеканале Угненск ТВ. Здравствуйте! В студии Георгий Розываев. Далее Человеково. Коротко о главном. 30 лет спустя памятные мероприятия, посвященные юбилею орбитального полета космического корабля, многоразовое использование буран прошли сегодня в Угненске. Вступил в должность. Новый директор Угненского молодежного центра приступил к исполнению обязанностей. В студии Азарт более 100 работ представили художники, занимающиеся под руководством Анатолия Катаргина на выставку, открывшуюся в Угненском музее. Сегодня на базе Угненского научно-производственного предприятия «Технология» имени Ромашина прошел научно-технический семинар, посвященный 30-летию со дня орбитального полета космического корабля многоразового использования буран. Выход за пределы атмосферы и последующее возвращение космолета на Землю состоялись в 1988 году. Советский Союз всегда был впереди. И первый полет в космос искусственного спутника Земли в 1957 году, и первый полет человека Юрия Алексеевича Гагарина в 1961, и первый полет бурана. Вот три основные вехи, их много было разных. И станции были космические, выход в открытый космос, истыковки и так далее, и так далее. Но вот эти три, причем они состоялись все в течение 30 лет. Программа по созданию советского многоразового орбитального космического корабля была одной из самых масштабных за всю историю советской космонавтики. Буран смог приземлиться на аэродром в автоматическом режиме, чего до сих пор не удается повторить в мировой космонавтике. А в стенах обнинского предприятия производили теплозащитные материалы, благодаря которым корабль мог проходить сквозь плотные слои атмосферы и выдерживать высокие температуры, и высокопрочное термостойкое радиационно-оптическое устойчивое стекло для кабины пилотов. И хочу сказать, когда Европа стала работать над своими шаттлами, то они вынуждены были, например, Хотел и Гермес, да, они были вынуждены обратиться в ЦАГе, в Америку им обращаться не хотелось, и, к сожалению, последние реальные эксперименты, которые шли в этих установках, они шли уже с конструкциями зарубежных аппаратов. Более 10 лет работы вылились в единственный полет Бурана. После этого программа была закрыта. Но труд многочисленных специалистов не пропал даром, ведь за это время был достигнут прогресс во многих областях, и технологии, разработанные для космического корабля, использовались и используются даже после закрытия программы. Летчик и космонавт-испытатель Магомед Толбоев, пилотировавший Буран в ходе исторического полета, присутствовал на семинаре. Почетный гость признался, что в беседе с гостями семинара узнал, как на молекулярном уровне функционирует техника, которую ему доводилось на своем веку испытать. Выступая, летчик-испытатель не стал ударяться в статистику и сухие цифры. Вот то, что мы с технологией сделали, с ВИАМа вместе, это бесплатный подарок нашим правнукам. Им не надо будет заниматься. У них будет готовы формулы химические и так далее, и так далее. И технология производства. Все, на вам, дети. Вот ради этого мы работаем. Не ради славы себе лично. Были мы, ушли мы, ну что, рано или поздно. В ходе эмоционального выступления Магомед Толбоев высказал мнение, что нужно двигаться вперед и создавать столь же успешные инноваторские проекты сейчас. А сегодня мы что? Просто говорим исторические вещи. Было, было, было. Ну пора уже говорить, что будет. Ну было, да, ушли мы. Сделали. А что будет? Необходимо создавать новое, чтобы было что оставить последующим поколениям, как это произошло со всеми разработками для реализации программы «Энергия Буран». Впрочем, научно-производственное предприятие и не стоит на месте. Продолжается выпуск необходимой для российских космических кораблей продукции. Разрабатываются новые проекты. Причем не только для покорения космоса, но и для земной авиации, железнодорожного транспорта и разной другой техники. Дмитрий Глухов, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ В доме номер один, расположенном в микрорайоне Молодежный, еще 3 ноября случился порыв водопровода. Сотрудники управляющей компании не смогли попасть в квартиру, где произошла авария и перекрыли воду. В течение 12 дней жители всего подъезда не смогли пользоваться водопроводом. В проблеме разбиралась Елена Ершова. Жители дома обращались к участковому, управляющую компанию, в МЧС и городскую администрацию. Везде отказывают в помощи. Смысл их отказа в том, что не имеет никто права скрыть квартиру без жильца. Жильца не могут найти. Вот только 12 числа узнали, кем вообще является этот жильец. Сотрудник управляющей компании пытался помочь жителям дома. Писал и звонил во многие инстанции, но пока безрезультатно. 6 ноября представители управляющей компании были готовы вскрыть злополучную квартиру в присутствии участкового. Но участковый сказал, что это можно сделать только по решению суда. Оказывается, тот жильец, владелец, который жил в этой квартире, продал. У нас был контактный телефон прежнего владельца. Мы позвонили ему. Он говорит, вы ко мне не приставайте, потому что я продал квартиру, и контактов не имею, и даже не знаю, кто они и где они. Ладно, значит, в администрации, в совхозе Боровской нам дал ответ, что там паспортный стол же есть, что в этой квартире никто не зарегистрирован. Сотрудники управляющей компании сочувствовали жильцам, а брать на себя ответственность за скрытие квартиры были не готовы. Предлагали жильцам написать коллективные заявления о том, что ответственность они берут на себя. В течение 12 дней жители дома вынуждены были пользоваться покупной водой, чтобы готовить еду, мыть посуду и купать детей. К счастью, хозяйка аварийной квартиры наконец объявилась, и теперь у жителей дома снова есть вода. Как пояснили сотрудники прокуратуры, вскрытие квартиры без хозяина возможно только с разрешения суда, конечно, если нет весомых оснований, таких как трупный запах или угроза жизни. А вот в данном случае управляющая компания должна была обратиться в суд сразу же, а не по прошествии недели. Елена Ершова, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. У Обнинского городского молодежного центра появился новый руководитель. Ранее это учреждение возглавляла депутат законодательного собрания Калужской области Татьяна Баталова. Когда она оставила пост, кандидата на освободившуюся должность выбирали на конкурсной основе. В конкурсе приняли участие пять человек. Евгений Потопальский самый молодой из них и к тому же единственный мужчина. Каждый из претендентов представил на рассмотрение конкурсной комиссии собственную стратегию развития основных направлений молодежной политики в Обнинске. Стратегия 24-летнего Евгения Потопальского из Дзержинского района Калужской области оказалась наиболее убедительной. К тому же у него уже есть соответствующий опыт. Евгений работал в Калужском областном молодежном центре. Это определенный шаг вперед, я считаю. На предыдущей работе я был начальником отдела. Вот здесь я уже директор. То есть это в любом случае корректорный рост. Евгений в Обнинске человек не новый. У него здесь много друзей и знакомых. Город ему нравится. Переезд сюда он считает целенаправленным шагом вперед. Потопальский поделился своим видением молодежной политики. Молодежная политика как в Обнинске, так и в принципе должна представлять некую единую цепочку из взаимосвязанных звеньев. То есть школьники – это одно звено, студенты – это одно звено, работающие молодежи – одно звено, семья молодая – тоже одно звено. И все должно быть взаимосвязано обязательно. То есть должна быть некая линия, наша задача задать тот самый вектор, чтобы молодежь поняла, в какую сторону им двигаться. И не просто задать вектор, а еще и создать те самые условия, в которых молодежь будет всесторонне развиваться и находить то самое необходимое для себя русло. Наиболее близко новому директору молодежного центра военно-патриотическое направление. Но этим он ограничиваться не собирается. Планирует развивать молодежную политику по всем направлениям и затрагивая все категории молодежи. Его цель – расширить профиль деятельности молодежного центра, охватив при этом все интересы молодых людей. Ведь он и сам один из их представителей. Я родился в маленьком поселке Товарково, Дзержинский район. Закончил школу 11 классов, после этого поступил в Калужский финансовый университет. Отучился 4 года, получил специальность, то есть закончил по специальности менеджмент. После этого сходил на годочек в армию и после этого вернулся и плотно занялся молодежной политикой у себя в городе. Сфера деятельности молодежного центра «Наукограда» – подростки и молодые люди от 14 до 30 лет. ОМЦ проводит летние и зимние городские слеты, организует студенческие строительные отряды, волонтерское движение, осуществляет военно-патриотическое воспитание. Как будет развиваться его деятельность дальше, узнаем в скором будущем. Елена Ершова, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ Подробности о событиях, вошедших в хронику происшествий последних дней, в сюжете, подготовленном журналистами программы «Экстренный выезд». 14 ноября в 9 часов утра на 101-м километре Киевского шоссе произошла небольшая, но довольно досадная авария. На этом злополучном участке дороги столкнулись грузовик «Урал» и легковушка марки «Форд». Как и следовало ожидать, мнения участников по поводу случившегося расходятся. Кто из водителей должен был уступить дорогу, установят сотрудники ГИБДД. В 9.30 в Боровском районе произошла трагедия. На 396-м километре трассы А-108 на мосту случилась массовая авария со смертельным исходом. По предварительной информации, ДТП спровоцировал 47-летний водитель за рулем мини-вэна марки «Хюндай». На записи с видеорегистратора видно, что мужчина, нарушив правила, выехал на полосу встречного движения для обгона длинномера, но не ожидал, что там же двигался легковой «Хюндай». В этот момент сзади в седан врезается попутная машина «Лада Ларгус». За секунду иномарка превратилась в груду искорежного металла. Ее владелец, 23-летний молодой человек, погиб на месте. Водители-пассажир мини-вэна доставлены в ближайшую больницу с травмами различной степени тяжести. В салоне отечественной легковушки никто не пострадал, но участники движения находились в шоковом состоянии. В настоящее время выясняются все обстоятельства и точные детали произошедшего. В этот же день, во второй половине дня, пожилой мужчина стал жертвой преступников. В дверь постучала некая женщина и представилась сотрудница пенсионного фонда. Гражданка сообщила, что в настоящее время проводится деноминация, то есть обмен старых денежных знаков на новые. И спросила, какая сумма имеется у мужчины. После чего женщина сообщила, что придет девушка по имени Людмила и перепишет номерные знаки на имеющихся купюрах и расскажет дальнейшие действия. Когда в комнату зашла вторая злоумышленница, доверчивый пенсионер достал из комода 120 тысяч рублей. Та, в свою очередь, записала необходимую информацию для отвода глаз, а после они сообщили, что в скором времени принесут новые банкноты и произведут обмен. Когда женщины покинули квартиру, потерпевший забеспокоился и решил проверить свои сбережения, но не обнаружил их на месте. После чего вызвал сотрудников полиции. Сейчас правоохранители проводят оперативные разыскные мероприятия по установлению лиц, совершивших противоправные действия. Полиция вновь обращается к жителям города и региона и просит быть бдительнее и не пускать в жилище незнакомых людей. Дарья Человекова, Николай Подлепалин, телекомпания Обнинск ТВ. Экспозиция произведений участников студии «Азарт» под руководством Анатолия Катаргина открылась в городском музее 10 ноября. На выставке представлены произведения 16 авторов. Общее число работ – 117. Студия Анатолия Катаргина существует уже 10 лет. Особенность «Азарта» – это то, что в ней занимаются взрослые. Средний возраст участников – 50 лет. Они собираются в небольшом подвале на улице Курчатова, где располагается студия, для того, чтобы научиться выражать свои чувства и мысли живописными средствами. Все начинали с нуля. Ни у кого художественного образования не было. Анатолию Катаргину со взрослыми заниматься интересно, потому что детей в художественные школы приводят родители, часто насильно. А взрослые приходят в студию осознанно. Для города мы сегодня показываем все лучшие работы нашей студии. И я думаю, что о нас узнают. И люди, которые уже более в среднем возрасте, сделают какой-то вывод. Владимир Дроздов собирался обучать рисованию своего внука. Но узнав, что в городе существует студия, где учат взрослых, решил записаться. Это мой учитель первый. И я очень счастлив и благодарен, что я именно конкретно попал к нему. Где он меня научил именно держать кисточку, смешивать краски и видеть этот мир именно совсем по-другому. Среди участников не только обнинцы. Обучаются у Анатолия Катаргина и представители других городов. Оксана Лапшина и семь ее подруг ездят заниматься из Москвы. Их работы также представлены на выставке. Они сначала попросились на один урок, теперь ездят регулярно. Я хочу поблагодарить, конечно, город Обнинск. Поблагодарить Катаргина Анатолия Александровича, его студию. Он познакомил нас со своими учениками. Мы общаемся, мы обмениваемся идеями, материалами. В общем, огромное спасибо. Обнинские художники, любители живописи, пришли поздравить студийцев и их преподавателя с первой выставкой. Выставка пестрая, она, конечно, сборная. Но все, что здесь есть, именно вот эта пестрота, вот эта вот лоскутная пестрота таланта, которая и есть отражение нашей российской жизни, нашего многообразия. Всех поздравляю с этим открытием. Анатолий Катаргин – строгий учитель. Он считает, что в произведениях его взрослых учеников еще есть погрешности. Ему бы хотелось видеть разнообразие сюжетов, более свободное самовыражение. Поэтому руководитель студии назвал вернисаж «Свет и тень». Однако Николай Смолин, член правления Калужского отделения Союза художников России, отметил высокий уровень работ студийцев. Елена Ершова, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Наша программа подошла к концу. Мы желаем вам всего доброго. Напоминаем, что следить за новостями вы можете на интернет-сайте телекомпании, на наших страницах в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова